За прошедший год принято тех решений, которые направлены на улучшение отношений между странами в целом и на улучшение вообще и экономического, и политического климата в Центральной Азии. Как будут строиться отношения с такими гигантами, как Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки? Последний год показал, что Узбекистан настроен достаточно активно налаживать отношения с Россией, и в хорошем понимании этого слова. Во время визита, совершенного в Россию в апреле месяце, много соглашений было достигнуто, в том числе в экономической отрасли порядка контрактов, если не ошибаюсь, близко к 16 миллиардам долларов было соглашение, скажем, о сотрудничестве. Это большая цифра. Это означает, что Россия будет инвестировать в экономику Узбекистана. Вместе с тем, Узбекистан будет ориентировать своих производителей на российский рынок. В настоящий момент, если брать внешнеэкономических партнеров Узбекистана, порядка 63% внешнеторгового оборота Узбекистан приходится на страны, не входящие в СНГ. То есть это больше страны, это европейские страны, это Турция, опять же, есть и Китай. Со странами СНГ порядка 36% приходится. Большая часть львиной доли, конечно, приходится на Россию. Другим крупным партнером является Казахстан. Но вот доля России, скорее всего, будет расти в этом плане. Крупный потребитель. Крупный потребитель. И желание, в данном случае, есть и желание России налаживать более активные контакты с Узбекистаном. Это очень важно. Понятно, что Россия понимает, что Узбекистан является ключевой страной Центральной Азии. То есть и от его состояния, и от его политической воли Узбекистан зависит, как вообще будет в будущем развиваться Центральная Азия в целом. Для России важна стабильность в Средней Азии, в Центральной Азии. И Узбекистан ключевой игрок в этом. Опять восстановлены контакты в военном сотрудничестве между Узбекистаном и Россией. Считывая новую доктрину, да? Да, да. Это очень важно. Например, опять порядка 10 лет военнослужащие Узбекистана не посещали военные школы Российской Федерации. Теперь опять возобновили эту практику. Теперь опять командный состав Узбекистана будет проходить обучение здесь. Это очень важный момент. Это говорит о том, что все-таки вот вектор контактов Узбекистана с Россией, он более четко прорисовывается, да, в данном случае. Что касается Китая, Китай это крупнейший торговый партнер, да, там, скажем так, Узбекистана. Китай является самым крупнейшим инвестором в узбекскую экономику. Очень большие инвестиции, которые сделаны китайским правительством. Это говорит о том, что все-таки Узбекистан будет и дальше развивать экономическое партнерство с Китаем. И проект «Шелковый пути», большой шелковый пути, он актуален для Узбекистана. Узбекистан является одним из ключевых компонентов этого проекта. И не случайно, скажем так, сегодня руководство Узбекистана, в том числе и Милзеев, призывает страны Центральной Азии активно сотрудничать именно в продвижении «Шелкового пути» и добавляет к этому компонент туризма, то есть туристический «Шелковый путь», с тем, чтобы страны могли взаимодействовать в туристическом направлении. И понятно, что Узбекистан, имея столько, скажем так, достаточно серьезный туристический потенциал, как Самарканд, Бухара, Хива, другие города, он является в том числе и локомотивом развития туризма в регионах. То есть он может стать таким большим центром, и оттуда Центральная Азия может в этом плане развиваться. В том числе очень символично, что 2020 год объявлен для столицы исламского мира, столица исламского мира в 2020 году объявлен город Бухара. Это достаточно символично. Это говорит о том, что узбекское правительство будет очень серьезно готовиться к этому событию, будет готовить платформу для того, чтобы это мероприятие, то есть Бухара с достоинством носила это звание, то есть столица исламского мира. Конечно же, напоминает о том, что все-таки Аль-Бухары и Аль-Тер-Мизе это представители узбекской цивилизации, которые... Узбекистан. Да, и соответственно, Узбекистан захочет это показать с лучшей стороны. И туризм один из таких ключевых тоже моментов для развития Узбекистана. Субтитры создавал DimaTorzok